Намасте вам из солнечной Индии. Это менеджер отеля. Он вызвал меня и сказал, что я должна поговорить с своими ребятами, которые сдали мне сходы. Вот один из них. Он сходу начал говорить, чтобы я выключила камеру. На что я ему ответила, что вообще-то это общественное место. Я могу снимать, как бы так защищаю себя. Дальше он меня ведет еще к одному другу-напарнику. Естественно, он уже встал в позу. И вот здесь меня встречает второй парень. Я начинаю нервничать. Естественно, двое молодых людей, агрессивно настроенные. Менеджер отеля не вышел. И начинает сразу говорить мне претензии по поводу левого зеркала. Хотя оно вообще валялось, как оно так же крутилось. Вообще очень был старый скутер. И по видео видно, который он сразу же на месте его и закрутил. Он, естественно, говорит, чтобы я выключила камеру, так как может вызвать полицию. Обратите, кстати, внимание, что менеджер отеля не вышел. Это же не его проблема, как он сказал, но зато предложил контакты. И предоставил мне скутер. И тут они замялись, начали искусственно с воздуха выдумывать еще какие-то неполадки. Указал на тормоз, в котором якобы какие-то возникли проблемы. И потребовал с меня 1000 рублей дополнительно от аренды. Дальше он показывал на царапину, говорит, плати мне 1000 рублей. Да, там действительно была небольшая царапина, так как я упала с него на песок, когда только получила скутер и его тестировала. Но она таких денег не стоит. В общем, банально, хотели развести меня на деньги. Я сняла скутер на 5 дней и оплатила только 2000 рублей. Вот на этом как бы все. Причем сначала они указали на проблему зеркало, которое он сразу же вкрутил. Потом он, ну ладно, нету теперь проблемы. Теперь он на тормоз, на тормоз тоже нормальный. И потом уже в конце концов на царапину. Вот платим за царапину 1000 рублей. Ну, также они начали угрожать, что вызову полицию. Господи, полиция. Ну, полиция, если вызывает, они будут дополнительно и полиции платить, так как справедливость не на их стороне. В общем, такие дерзкие ребята. Так как я была с камерой, я думаю, что их эмоции, они были как-то более сдержанные и особо не наезжали. Хотя, конечно, было все равно неприятно с ними стоять. Ну, вот видите, скутер они взяли и сейчас уговорят платить за него. Я снимаю на камеру. Они мне дали такой скутер старый. И вот это зеркало левое плохо работало. Я один раз упала, но я упала, когда только... И что? И они говорят, платите за это. Оно как бы раскрученное такое? Да, раскрученное. И оно уже было плохое. Я через левое мировое даже не видела. Да еще какое-то ничего. Какое зеркало? Забейте вообще. Конечно, просто забейте. Ключи отдайте и все, давай, до свидания. Ну, я им хотела сейчас заплатить, но у меня просто есть индийские родственники. Я им говорю, это несправедливо. Если бы я уронила, это действительно было, я бы заплатила. А это житло было. Ну, у меня есть? Нет? Все, тогда просто... Давай, не надо, не по нему. Что, деньги? Просто деньги отдайте, и еще даже говорится. Нет. Видео, потому что я ютуб-блогер. Если я ищу, если я ищу, если я ищу, если индийские родственники приходят и говорят, что они должны платить за шкутер, я не могу себя защищать. Я не могу себе. Это було. Это, почему, видео... Да-да-де. Миро, а-да-де. Миро, миро, карты, не было. Нет. Потому что, когда ты... Сído. Режиссионер. 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 Восточная. Карька. Поддерживание. Это, пожалуйста. Режиссионер. Режиссионер. А таки. Но... И Pour Нейкио. Вот на вот эту царапину, но я потом как бы не буду вам показывать, я просто плюнула на руку, на пальцы и вытерла эту царапину, потому что это было на самом деле, вот это вот коричневое, это просто была земля. Я вымыла и говорю, что она, конечно же, не стоит тысячи рублей, максимально 50-100 просто лаком замазать и все. Итак, рассказываю вам, чем всем закончилось, я просто разнервничалась, как бы у меня сейчас такой, извиняюсь за подробности, предгормональный фон, и мне не понравилось то, что они мне начали говорить сходу. Вы должны оплатить тысячу рублей. Сначала, в общем, я сидела в номере, значит, работала, и получается, звонок мне в номер, звонит мне, значит, мужчина, парень из ресепшена и говорит, Мадам, спуститесь вниз, у вас там проблемы с хозяином скутера, он хочет, чтобы вы заплатили тысячу рублей за какой-то, то, что я там что-то якобы сломала, ладненько. Ну, и я сразу включаю камеру, потому что, чтобы, ну, потому что здесь никак. Если бы я, конечно, была с Ахилом, мне нафиг это не надо было, или там, зачем мне там камеру снимать, он бы пошел сам и разобрался. Но так как я форинер, я иностранка, женщина, я одна, они же не знают, что у меня там какая-то индийская семья есть здесь в Индии. И я спускаюсь и, значит, ему говорю то, что так и так-то, ну, сильно так вообще разнервничалась. Я просто, я, когда вот за несправедливость, я прям это там, за несправедливость, когда они хотят с меня деньги взять несправедливым способом, когда я не виновата, меня это еще больше бесит, да, и еще они запрос заплатили, захотели тысячу рублей, чтобы вы понимали, скутер старый, новый скутер примерно стоит такой, как у них, около 70 тысяч рупий. Мы даже свой покупали скутер за 80-85 тысяч, но у нашего-то модель лучше, а это старый, вообще раздолбанный, тяжелый, левое зеркало, оно вот так вот барахтается, то есть, чтобы вы понимали, справа я вижу машину, а слева нет, поэтому, как бы, всегда вот left side, по левой стороне я ехала и вот так вот оборачивалась, думаю, ладно. И постоянно оно вот так вот, это зеркало делалось, неудобное очень, я думаю, ну ладно, как бы я возьму скутер на 2-3 дня. Вышло, короче, получается на 5 дней по 400 рупий в день, вот я им заплатила 2000 рупий. Ладненько, думаю, хотя я до этого просила людей, ну вот этого человека с ресепшена, пожалуйста, дайте мне старый скутер, легкий в управлении, и желательно, вернее, не старый, новый скутер, легкий в управлении. Он мне привез старый скутер, потом, значит, он был тяжелый, немножко, ну тяжелый, да, в управлении, поэтому, значит, и он потребовал деньги, мадам, у вас левое стекло у нас вот так вот барахтается. Потом он тут же при мне его сделал, это левое стекло, вот так вот закрутил и говорит, ну, мадам, там типа, ладно, со стеклом нормально, но вы мне сделали с крячем, типа царапину. Я посмотрела на эту царапину, там царапина была, фу, вот так вот сделала, я пальцем проведу, больше там было просто след от земли, когда я упала, но я как упала, я когда вначале его завела, я при самом начале, когда он мне вручил этот скутер, у нас просто немножко по-другому он управляется, и я была еще на песке, я не имела опыта, я не знала, что оказывается со скутером нужно быть аккуратным, когда песок, по песку едешь, потому что в Мумбаи у нас нету песка, нигде, везде асфальт, поэтому я даже не знала, что нужно быть очень аккуратным, ну и плюс старое это, новое, как бы управление, я только тестировала, и я, то есть, чтобы вы понимали, я как сразу завела, чуть-чуть вот так вот сделала, на маленькой совсем скорости и упала на правую сторону из-за этого песка, вот, потом мне он объяснил, говорит, вот из-за, ну это мне правда был мужчина, мужчина из ресепшн, говорит, вот, типа аккуратнее объезжайте песок, я говорю, да-да-да, окей, и как бы там поцарапалась, просто была совсем маленькая царапина, как ногтем, и больше просто было чуть-чуть это, след от земли, и он мне на это показывает, и говорит, плати тысячу рупий, во-первых, его скутер стоит примерно, если сейчас он будет продавать, около 15 тысяч рупий, это первое. Второе, у него есть иншуранс, каждый индиец, у каждого индийца есть страховка, вот, даже в Мумбаи мы, когда едем, кто-то, если что-то поцарапает, если не такое сильное повреждение, или толкнет, да даже если сильное повреждение, они на месте договариваются, полицейских не вызывают. Второе, даже когда он пойдет там эту царапину убирать, господи, там просто, тьфу, помыть землю на скутере, и это-то, что-то еще, я не знаю, лаком покрыть, это стоит, я не знаю, в сервис-ремонте, это стоит примерно, я не знаю сколько, ну максимально 50, ну 100 рупий, то даже за 100 рупий ему не сделают, потому что, во-первых, это сервис, который предоставляет услуги, во-вторых, он местный, локал человек, и ему вообще это бесплатно сделают, тем более, если он сдает скутер, у него там, небось, под боком есть, там, чтобы это замазать и все, я больше была посмущена тем, что они попросили 1000 рупий, меня это, меня просто сам факт разбесил, что они видят, что вот, хотят вот просто с меня содрать деньги, я позвонила Акилю, Акиль такой в непонятках, что, как, у меня сейчас пациентов много, у него же там вспышка кори страшная вообще, там даже взрослые болеют, приходят с инфекцией, они, видимо, в детстве не вакцинировались, и случаи у них сейчас все растут и растут, просто я вакцинированная от кори, Акиль тоже, и, ну, семья тоже наша, ну, ладно, что-то я уже лирическое отступление делаю, в общем, я решила для вас вот записать видео с объяснениями, потому что сейчас у меня уже эмоции, все нормально, так как такая, о, господи, вообще, Акиль просто сразу не понял, начал говорить, он у меня такой интеллигентный, доброжелательный, вежливый такой, говорит, ну, я, впрочем, тоже, если меня не разозлить, ох, злая калмычка страшнее, я не знаю, чего, у меня темперамент калмыцкий, я еще могу, несмотря на то, что у меня такое, я с виду такая спокойная, ну, я действительно спокойная, доброжелательная, никогда там не люблю конфликты, но тут меня прям понесло, понесло даже очень, и они еще говорят, вот, мадам, вы снимаете камеру, там, тут вот я, а, он еще начал говорить, я полицию вызову, я говорю, пожалуйста, вызывайте полицию, а я ему, оказывается, на Маратхе сказала, когда Мазана Ура, это мой муж, а он, оказывается, Маратхе язык не понимает, он понимает только Канкани и Хинди, и он в конце говорит, а с кем я, с кем, с кем, с кем я разговаривала, с моим мужем, он говорит, ну, короче, я ему дала 2000 рупий, как, ну, положено тоже там за 5 дней использования, и он, я такая, если ты хочешь вызывать полицию, пожалуйста, вызывай за что, за вот этот вот, за этот вот, когда оплата всего лишь там 50 рупий, да ты и то эти 50 рупий зажопишь и своим лаком сделаешь местным, ну, который у тебя там есть, я просто это все знаю, если бы я такой человек, если действительно я что-то там серьезно поломала, что-то поломала действительно, я бы заплатила бы сразу, вот, я бы извинилась и сказала бы, извините, вот вам деньги, без разговоров, но когда я вижу, что это маленькая царапинка, и он за нее хочет 1000 рупий, и при этом я знаю, сколько это стоит, это стоит где-то, да, ну, даже не будет стоить, 50 рупий стоит вот так вот замазать, ой, и потом они на меня двоем накинулись, ну, атаковать, ну, как бы начали, и я такая, ха-ха-ха-ха-ха-ха, меня понесло, то есть потом, значит, я спустилась на ресепшн, он сказал, ну, все, вы отдали им 2000, и все, типа, на этом все, проблема решена, так что, вывод какой? Я не злая на них абсолютно, я понимаю их, локальных людей, индийцы, они все бывают разные, я не говорю, что он там какой-то плохой человек, как-то нейтрально все для меня, да, но реальность есть такая, что если вы там приезжаете на Гоа, будьте, например, когда вы арендуете байк, что-нибудь всегда там на камеру, снимите, как он выглядит, ну, и чтобы кто же знали свои права, что потом вот, потому что индийцы для туристов, они прям хотят с них да деньги содрать, вот, допустим, с этого ресторана Food Planet, и то я была одна на пляже, поэтому, когда я одна, я всегда чек проверяю, а в прошлый раз мы были с Миленой, и там чек на троих взрослых людей, на маленького ребенка был побольше, то есть там 3,3,500 и больше, да, и там мы даже не проверяли, ну, то есть, как бы мы оплачивали, то есть, возможно, они нас еще тогда надурили, поэтому, если вы на Гоа все это приезжаете, да, везде, наверное, нужно проверять обязательно счет, и, так скажем, не давать себя в обиду и знать свои права, вот, а так вот, в целом, мое мнение на ситуацию, я нисколечки не удивлена, и я никак не обижена, я никак, просто я защит, просто вот я разрешила такую-то проблему, все, я понимаю их, я просто, ну, надеюсь, я просто понимаю эту ситуацию, что они хотели, как бы, с иностранки содрать деньги, и у них не получилось, ну, и такое тоже бывает, а так, я их там, на них, скажем так, зла не держу, пусть все у них будет, этот, удачно, благополучно, две тысячи рупии они заработали, их клиент, желаю следующему их клиенту, кто будет арендовать этот скутер, это белые дороги, чтобы ничего там не было, потому что я тоже верю, кстати, когда вот вожу машину или скутер, я верю тоже, что каждая, каждая все имеет свою энергию, и тут, наверное, этот скутер тоже до меня имел какие-то проблемы, и мы падали, видимо, с него, такой тоже он был, весь, вот, поэтому вот так вот, подписывайтесь на канал Намасте Индия, ставьте лайк, если вам понравилось, и делитесь, пожалуйста, тоже видео, если вам зашло оно, вот такой случай был, всем отличного настроения, пока-пока, скоро увидимся.